всем доброе утро я еду на работу и у нас видите эти капли у нас дождик капает пасмурно так вообще непонятно и дождик вообще жесть я сейчас мусор вынесла я теперь как это фарширую в общем пластик пластику бумага бумаги что-то так это я почему-то думала меня меньше дома пластика и всякой бумаги оказалось за неделю набралось целых два пакета представляете вообще все так вот погода вот такая вот непонятная тепло хорошо вообще вообще шикарно без очков можно ехать и работать но дождик я думаю это так какая-то какая-то непонятность что ли или потому что не может дождик у нас летом идти а внесла документ тут машина перепарковала далековато но ближе чем дом в общем сейчас хочу видал пойти ехать за хлебом то все таки может быть я до него доеду вот написано что дерево такое выставили написано что не чтоб собаки не писали в общем около него мой чарли как раз хотел это сделать но я не допустила у нас знаете везде что-то какая-то реконструкция идет асфальта дорог летом с ума сошли что ли первых туристов народу много жара ой ну сегодня не жара сегодня даже дождик шел я опять вся в краске несмотря на то что в перчатках труба ладно сейчас в лидер моя окрошечка готова чай сейчас возьму себе две конфетки вкуснятина будет а мужу жарю картошку он не еще вчера я заказала вчера у меня была вареная сегодня жареная будем с яйцом это его любимое блюдо а я себе окрошечку приятного аппетита всем на пляж я сегодня опять не поехал потому что какая-то погода совершенно не пляжная посмотрите у нас видите это уже сейчас развеивается а то прям вообще за темно темно было там там что-то ремонтируют непонятно расцветли цветочки у меня смотрите бутонов много появляется кто-то постирал белье так вкусно пахнет что я прям даже с ума могу сойти и запахи стали люблю когда пахнет чистым я вчера на ночь в 11 часов представляете мне приспичило я вот такая знаете какая я могу не убираться не убираться ну как они свинарник конечно но вот знаете потом мне приспичит мне нужно вставать и что-то делать и вот вчера точно так же было в 11 часов ночи мне приспичило гладить буквально две рубашки одни штаны но я встала в 11 погладила смотрите еще радовалась что прохладненько типа ночью не не жарко будет а сегодня она совершенно не жарко можно бы сейчас вот тут вот сквознячок и гладить было бы нормально я знаете что себе там уже заделала где сейчас на первую гулять пойду с чарли жиры растрясать вот буду пить зеленый чай который заваривается в холодной воде у меня уже профильтровалась вода на завтра у меня будет знаете какая вкусняшка обалдеете котлеты у меня завтра будут смотрите с шпинатом шпинат же у меня был оставался и вот я сюда как мясо который я покупала фарш помните говяжья свиной в общем полкило два яйца добавила хлопья геркулеса такие чтобы быстро разваривающий не грубый помол а вот ну вы поняли его добавляю с некоторых пор именно вот геркулес овсяные хлопья и и мне очень нравится такой нежный вкус становится не муки ничего не добавляя вот с геркулесом вообще зашибись вот я обычно куриные делала а это что-то захотелось мясные у меня красота страшно сделала ладно что еще два яйца много всяких специи потом вспомнила что у меня есть шпинат туда тоже шпинат прокрутила одну такую луковицу прям такую хорошую хорошую и в общем пахнет хоть прям сырым ешь вы не представляете какой то вкусно сушеные я чеснок потом у меня есть такая приправа кстати очень мне нравится я в русском магазине покупала 3.50 стоит армянская как а тут кстати смотрите к мясу прям ну прям угадала без красителя без консервантов без всяких фигни я часто пользуюсь и вот сейчас приду на завтра сделаю себе котлет и у меня там осталось цветная капуста с вчерашнего дня а мужу отварю иначе отварю и я же сегодня еще и купила это смотрите как я поставила конфеты в холодильник начиталась насмотрелась что и вспомнила у меня однажды такое было что червяки могут появиться точнее вот это мой который летает поэтому я в холодильнике все крупы храню она потом появляется и в шоколаде у меня шоколад лежал вот там вот и я про него совершенно забыла один раз достаю и там червяки знаете как противно было но это я вчера позавчера думал 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 надо в холодильник поставить но там уже их много думаю лучше поставлю в холодильник и займу место муж когда открывать холодильник и он охеревает у нас все время вытаскивает допустим арбуз и говорит положи его назад потому что ничего не умещается видеть там у меня все крупы в общем вот беспорядок у меня в холодильнике но иначе никак а как иначе вот у меня две верхние полки только вот для хранения я ему говорила чтобы он не привез какой-нибудь маленький холодильничек ну знаете такие для именно вот для лета для хранения круп и все я вот я пробовала всякие наклейки чего только не пробовала я чтобы не было вот этой вот моли до который летает потом ест крупы и там вот все появляется ничего этого это не помогает видимо из-за влажности из-за жары зимой потом в октябре где-то я все это достаю и храню обычным способом а летом вот видите так не чеснок в банках вообще ничего не помогает они какие-то ко всему привыкшие наверное и поэтому чтобы не рисковать потому что у меня крупы например гречка и и она у нас не даст не в таком доступе чтобы взял и пошел и купил нет у нас так не мы покупаем вот она должна храниться как зеница ока потому что потому что говорю я не так не могу свой гречка захотелось у меня ее нету пошла магазин и купил у нас же не продается гречка надо в русские ехать а русские у меня вальму некоре ближайшие туда ехать ну хотя бы туда ехать 10 минут ну парковаться будешь пару часов потому что находится на пляже а с парковкой туда мне сейчас вот зови не не поеду меня сестра кстати там остановилась у меня много раз возникает желание поехать к ним правда они приехали совсем недавно вот и но потом я подумал где я машину оставлю как говорится у черта на куличках не не поеду хоть сегодня муж привез мне масло сказала принеси картошку не на чем жарить потом нашла что есть много масла но все равно принес пускай вообще вот такие у нас плана сейчас пойду гулять с чарли попью чай зулёный его кстати вот хороший папа дурки холодной воде заваривается ну заваривается не знает слова слова наверное не не подходит сюда и там какие-то листья в общем он сладкий то что надо то что доктор прописал и зулёный прохладненько хоть не жарко но хотя сегодня планировала на пляж но еще наезжусь у нас еще целый июль июль август сентябрь мы купаемся где-то до 15-20 октября так что есть время и и вторая половина сентября это самая лучшая пора потому что туристов не так много дети все в школе кайф ладно пью чай хотя он теплый лизун вот мой лизун а вот ведь лизун смотрите как уже такое ощущение что у него там аж до крови но это не кровь это тут ему нравится так вязать себя лизует 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 противная рожа батарейка садится поела черешенку на вечер на ужин скажем так и что-то вспоминал мне сегодня телефон барахлит точнее не телефон а вас а почему-то не могу голосовые сообщения не не получить не отправить в ней их получаю но прослушать не могу подруге позвонила она говорит мне такая же фигня не знаю что случилось может быть они что там делают вообще когда я ездила в торговый центр в гранату про всякие эти социальные сети в общем так скажу встретил там одну подругу представляете как мы с ней общаемся и тогда по инстаграму дочки у нее уже их никогда ни разу не видела но вот по инстаграму их увидел все знаю за жизнью к скажем так слежу и представляете хожу там по магазину примарку вижу ее дочь и думаю где-то она здесь рядом раз дочка то и она и вот встретила спустя наверное двенадцать лет или десять я ее не видела представляете в живую встретились в магазине хотя живем но она в гранате туда сюда тоже приезжает иногда на вальму некор на пляж и вот представляете что делает социальные сети что вот так вот встречается люди вообще живем вроде бы как недалеко а не встречаемся зато все знаем про всех вообще как-то странно да а хотя с другими ну не знаю как то все проще было я когда сюда приехала не было никаких интернетов ничего помню мы звонить в россию какие-то коды у друг друга спрашивали чтобы дешевле было в кабинках позвонить через кабины на улице представляете ходили вот звонили что-то у нас там какие-то выходило конечно недорого но этот код надо передавался прямо как как это как трофей какой-то там звони спрашивали девчонок там вы не знаете код в россию вот сменился а сейчас все так просто заходи в интернет общайся с кем хочешь когда хочешь и вот у меня сегодня подруга говорит что-то не работает а я не привыкла писать эти как их называются ну и смс-ки да не лучше наговорить а она говорю не 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 получается у нее там тема интересная была я хотела узнать как у нее все получилось звоню ей посылаю еще чё как у тебя там дела она мне наговаривает а я не могу послушать и уровень не шли мне голосовые я их не могу вот и мне напиши так вот двух словах но она мне два слова только и написала пришлось звонить представляете а позвонить вот трудно да я вообще не люблю по телефону разговаривать вообще не люблю телефонные звонки вот так вот сидеть на телефоне и болтать я не люблю а вот по ватсапу еще там что-то как-то пообщаясь а по телефону я не знаю мне даже как-то в страдает ходит из угла в угол и типа смотрит видите кипаса кипаса киеты чего такое нежным похлопыванием хвоста по морде вот так встречает ой не могу пойду чайку себе сделаю смотрю фильм сериал ведьма называется как вы знаете смотрю одним глазом смотрю другим смотрю телефон либо планшет а так чтобы вроде бы как интересное с другой стороны не очень нудный какой-то вот так для времяпровождения сойдет в общем не знать котлетами что делать либо сегодня их поджарить либо завтра хочу в духовке сделать и никогда в духовке не жарил котлет скажите вы жарили в кут в духовке котлеты как это все делается их прям сырыми в духовку я вот считаю там их нужно сначала обжарить а потом в духовку никогда не делала вот хочу попробовать котлет захотелось котлетки бараночки так что пусть они наверно до завтра помаринуется я с работы приезжаю там полчаса по моему готовится завтра сделаю чай все таки как-то туманно у нас видите там прям над горами вообще облака низкие видите там туман такой но зато хорошо на улице не жарко и не душно я пошла красоту смывать всем пока пока и до завтра пока пока